всем привет с вами андрей наш персонаж убийцы 22 такие вот вас способности в данный что могу сказать в целом в целом продуктивность идет неплохо даже какие-то зелье лечение наш что не может не радовать нашли свитки опознания опознание . хорошо смотрим где у масла химический котел находится на семнадцатом уровне и имеет смысл пробежаться на 17 чтобы опознать остальные свитки которые мы не опознали в данный момент мы не опознали два свитка этой телепортации и собственно мы пробежимся на предыдущий уровень сна по большим локациям бегать не особо хочется не варианты нам особо не завязали голем улетел как и коррозия закончилась как убить голем и если у вас нет палочки коррозии либо другого массового урона очень просто вам нужно для любой дальнобойное оружие которое вы можете достать собственно три делаем свиток предсказания прощепляем чтобы энергия не сильно тратилась собственно возьми здесь телепортация у нас осталось еще несколько колец наверно опознательно обратите внимание что у нас не все пальцы опознаны как вариант можно еще опознательно чтобы знать уже наверняка нам нужно восполнить что у нас просто присутствовал наверняка опознательно последние три кольца все теперь собственно и видим что я присутствует поэтому мы можем двигаться дальше также у нас присутствует 3000 монет как вариант пока мы недалеко от торговца можно побежать до торговца обратите внимание что вода лаков много мы потратили четыре заряда палочки коррозии и мы избавились от двух групп урдалаков и одного мага мы видим то что тут ребята чернокнижники нарисовались ну как вы видите за них опытный мы нашли еще неделю ускорения нам охужение сейчас мы будем в спине убить этому магу он нам дал зелье химического огня если у вас достаточно сильная броня то вам этот уровень не должен доставлять проблем особо сильных поэтому в этом вопросе ускорение исцеление забираем исцеление последний как вариант можно забрать баланс еще а еще очищение есть убираем очищение у проблемы с едой что она исчерпалась также желательно палочку восстановления забрать но у нас монет не хватает заберем тогда баланс когда экипировку достигнет максимального значения нашего мы используем баланс мы используем баланс инвиз неплох то есть по сути говоря мы можем играть от палочки восстановления постоянно уходя в инвиз и нанося максимальный урон то есть не используя по сути говоря наши картефакты собственно мы практически все монеты потратили на 400 монет наша задача на сегодняшний выпуск попробовать дойти до локации с боссом посмотрим что из этого получится мы в принципе этот уровень исследовали я думаю здесь скорее всего должен быть переход но его здесь нет я ошибся можно в принципе забрать этот я думаю что он не сильно авто у нас нет преимущества по скорости из которых потому что мы не получили его мы нашли зелье в холода обратите внимание на рисовать суколю воле мы срежем потому что насколько я знаю за големов опыт идет еще вы видите поэтому был мог откачать кризис такая возможность собственно ловушка с разъедающим газом нужно и активировать как вы могли заметить с еду у нас еще не очень я либо на лапе посуды мы видим монаха но кидаем на коррозию он скорее сейчас нам спину будет идти обратите внимание за них опыт нам уже не идет нам бы в идеале забрать квесту предпринимчивого беса потому что скорее всего у него квест будет на монахов либо на големов я думаю что он скорее всего на монахов его место как вариант можно использовать палочку и уйти в инвиз на он нам дал квест на монаха на смотрим сколько у нас невидимость 3 хода то есть до 7 пример до 6 обратите внимание что мы не смогли его раздамажить то есть нам не хватило урона почему нужно выполнять квест веса потому что это ваш будущий торговец если вы их не выполните у нас не будет торговца мне в спину этот несчастный маг ударил мы получили зелье ментального зрения сомнительное зелье и свиток рассеивания нам нечего рассеивать тут скорее всего должен быть переход до даем коррозию под ноги себе мы знаем то что он будет укоренен и впоследствии нам даст инвиз это дело у него стоит фокусировка поэтому нам это не выгодно с ним драться по крайней мере физическом бою с ним драться не выгодно драться выгодно идем на следующий уровень при входе нам не написали ничего соответственно обычно обычно должно быть под землю уходим вниз обратите внимание от двор а монах никуда не уходим мы убили голема и сюда идет огонячок големачок чем опасен но если вы с ним деретесь не в воде то он очень много урона обратите внимание количество мобов которые вокруг нас присутствуют такое чувство что они специально здесь присутствуют а уйти в стасис нынешние надпись от дороги не с не дусть обоих Добратите внимание количество мобов, которые здесь присутствуют. Длинный страв с рудным клинком. Рудный клинок считается самым сильным оружием. Тут была каменная перчатка, которая очень больно бьющая. Плащ разрядился, теперь спрятаться мы сможем, только если через траву голем погиб. Коррозия еще не упала. Коррозия упала. Бронеопутывание. Нашли еще росинку и нашли травяное исцеление. На следующем ходу у нас упадет маскировка. Тем самым нам нужно врываться в текущего моба. Нам не дают возможности полечиться. Либо мы можем остановить время, но нам бы желательно остаться на месте. То, чтобы остаться на месте, нам нужно включить опутывание. Мы сможем полечиться. Обратите внимание, что сюда пришел логон элементарь. Нам нужно уйти в стасис. Здесь стоит дворфмана. В общем, бразотный персонаж. Много геморроя он будет делать с фокусировкой. Поэтому я рекомендую его бить именно маней. Подождали несколько часов. У нас присутствуют росинки. Собираем росинки. В виде моггиного элементаря. Если мы не уйдем в инвиз, он сейчас нас ударит. И мы загоримся. Если мы загоримся, у нас, скорее всего, все будет печально, потому что локация травяная. Нашли рунный клинок еще один. Он 16-й, то есть он, как бы, с одной стороны, сильнее, чем 4.20 урон. Но у нас у меня есть 5.25, плюс он эффективнее при скрытных атаках. Мы нашли сад. Таинственный сад, это очень хорошее место. Особенно, если у вас есть возможность. Если у вас есть возможность пофармить ресурсы здесь. Обратите внимание, нас видит этот. Он целенаправленно сюда пришел, он нас видел. Через таинственный сад очень удобно монстров убивать. У вас, по сути говоря, будет преимущество. Потому что вы из таинственного сада выходите в инвизе. В максимальный практически низ. Что очень удобно. Обратите внимание, опыт мы получили. И получили фиолетовый предмет. Учитывая, что там коррозия, надо пара ходов подождать. Это было кольцо. Кольцо урона. Кольцо урона, это, по сути говоря, самое лучшее кольцо. Через это кольцо можно играть, если вы не знаете какое оружие брать. У него там 6.36 урона, у нас 5.25. Плюс 3 дополнительных идей. Хотелось бы, конечно, кольцо урона испытать. Это, если не ошибаюсь, гнус на мох. Он на вас кинет яд, если вы на него наступите. Исключение, если вы играете этим лук, так и лесной страж или как он называется, хранитель лесовый. Что-то похожее. То в его случае для вас это только будет плюс огромный. Обратите внимание, мы вышли, подошли к нему и у нас апгрейд на 9 был. Прозваниваем местность на наличие ловушек, чтобы случайно не наступить. Очень длинный коридор. На высоких уровнях ловушки имеют свойства. Мы получили жетон, который нам необходим. У нас количество их уже 5. То есть мы можем возвращаться на предыдущий уровень к предприимчивому бесу за наградой, которую он нам дал. Кольцо, оно у нас не проклятое, что очень хорошо. Нам скорее всего придется играть и от росы, потому что у нас в вариантов нет. Открейчивый бес, собственно, подбираем кольцо, которое нам дал. Кольцо неистовство. Кольцо неистовство – это очень хорошее кольцо. Оно дает возможность увеличить вашу скорость атаки. В проклятое состояние, понятное дело, оно не увеличивает их. Его нужно снимать в проклятое состояние. Время поклятие состояние. Время поклятие. Вот он домик. Время поклятие. Время поклятие. Ставим, blij. Время поклятие. Время поклятие. Можно неистовство использовать, но Рога использует обычно 1 удар, т.е. ему нужен максимальный урон в 1 удар, поэтому неистовство в этом вопросе будет хуже. Если было бы, опять же, кольцо урона грыженное на максимум, тогда она так, наверное, плюс-минус. Собираем росу, потому что это нашим местный способ отличиться, по сути говоря. Смотрим и видим то, что сверху там присутствует, где голем. Он нас, скорее всего, будет тянуть. И нам, кстати, нужно, чтобы он погиб, даже при получении урона. Обратите внимание, мы получили за него опыт и видим элементаля. Кинули в него два дротика, а еще два дротика смазали. также тем же огнецветом. Именно два, не три, как у меня там стояло. Потому что невыгодно. Там идет на два дротика. Идет при стандартной экипировке, т.е. не без повышения. Как, например, у лучника. У нее повышение идет. Т.е. дротики прочность. У нас за один заряд они тратят свой заряд. Дротики. А если бы мы играли лучнице, то у нее была прочность. У дротиков очень высокая. И мы бы тратили их несколько раз, что очень эффективно. Если играете заучник и используете дальнее метательное оружие. Мы нашли очередную броню. Цветок ужаса, но нам уже не актуален. Мы видим то, что мы еще не все исследовали. И нам локацию не открывают. Хотя, казалось бы, они должны нам открыть. Текущая комната, это комната, собственно, с ловушками. Чтобы ее деактивировать, можно просто залить ее водой. Или использовать камень обезвреженный. Собственно, у нас их 7 штук, поэтому мы их просто будем использовать. Я надеюсь, что мы все. Обратите внимание, прилетел сюда голем. Но нам даже в плюс то, что он сюда прилетел. Потому что нам нужно убивать големов. На них идет опыт. Мы получили еще плюс опыт. Ждем, пока упадет коррозия. Видим то, что идет ледяной элементаль. Кидаем в него два дротика. Я сказал бы. Обратите внимание, мы не можем вплотную попасть, потому что у нас не хватает точности. Это когда вы играете за лучницу. Вам об этом говорят, что вплотную точность у вас минус 50%. Поэтому стоит быть более внимательным, когда вы играете над дальним оружием. И не лишь на бою. Режем черновей, чернокнижника, дворфа. Я недолюбливаю этих ребят. Крайне мерзкие создания. Но они всегда дропают что-нибудь. Какое-нибудь зелье. Не всегда это зелье исцеления. Но несмотря на то, что это будет хорошее зелье. У нас очень много предметов на продажу. По крайней мере, рунный клинок, каменные перчатки и так далее. А, кольцо урона, как вариант, можно было бы снять. Вместо кольца богатства, например, олигает песочных часов. Но, опять же, у нас выживаемость составляет желать лучшего. Поэтому, у нас есть семя звезда цвета, что очень хорошо. Я хочу получить 23 уровень на текущей локации. Посмотреть, можем ли мы получить здесь 24 уровень. Поэтому, я хочу получить именно этот уровень. Ну, чтобы дальше было проще. Когда у вас выше уровень, вам более проще. Обратите внимание, что монах сфокусировался. Тем самым, вы его физой пробить, скорее всего, не сможете с первого удара. Вот, видите, он уимпорировал удар. Вот, собственно, огнет свет. При наступании на него, он вам все выждется. Вместо сфера, и все. Смотрим, все удобно. Наличие мимик. Нам выдали еду в какой-то веке. Спасибо! Спасибо за еду! Это у нас проблемы явно с голодом. Обратите внимание, голем умер. Даже дважды кто-то из них там умер. Поэтому мы получили плюс один уровень. Проверяем, у нас, кстати, еще один голем жив. Проверяем, получим ли мы за него опыт. Опыт мы за него не получили. То есть мы можем двигаться дальше. Как бы закончим текущий этаж. Потому что опыта больше здесь не получается. То есть надо двигаться дальше. Коррозия еще не упала. Поэтому ждем за закрытой дверью, пока она упадет. Коррозия закончилась. Забираем камень чарования, камень агрессии. У нас присутствует железный ключ. Бежим. Как вариант стоит перекусить. Потому что персонаж откровенно подустал. Это шикарно. У нас получается есть пустофрукт. и есть черное семечко звезда фрукта. Звезда цвета. Сделаем из него звезда фрукта. Зелье звезда фрукта – это, по сути говоря, то же самое зелье опыта, только вы еще немножко поедите. Смотрим, что у нас есть по свиткам. По свиткам у нас не густо. У нас есть две телепортации. Есть одно превращение. Но, на мой взгляд, у нас достаточно сильный билд. Поэтому нам нет смысла что-либо превращать. У нас пять зелев левитации. Кольцо удача, если вы его поймали, кольцо богатства – это, на мой взгляд, хорошее прохождение. У вас есть шанс протащиться. У нас присутствует очищение. Как вариант можно попробовать перегрейдить его в эликсир избавления. Чтобы у нас было больше шансов продержаться подольше. Также у нас много хилов. Стоит немножко энергии повернуть в привычное русло. Чтобы, когда мы в следующий раз воспользуемся алхимиком, у нас было побольше. У нас присутствует два свитка улучшения. Как вариант можно либо на доспехах накинуть, чтобы нас не пробивали, но нас будут у нас еще пробивать, либо использовать на оружие. Какой вариант можно использовать на оружие, а финальное использовать уже на доспех. Накинем на оружие обе. Чтобы они просто были. И загрейдим сразу. И сразу загрейдим камнем зачарования наше оружие. Блин, это огонь, серьезно. Нам не повезло, нам нужно будет менять зачарование, потому что огонь это ужасное зачарование. Мы играем от травы. Обратите внимание, маскировка. А тут огонь. То есть это прямо ужасное зачарование. Для нас нам нужно крайне аккуратно играть. Против летающих, конечно, оно не актуально, но все равно. Так, проверяем. Вообще бы в идеале как бы восстановить свое здоровье. Дадут ли нам это сделать, конечно, в общем, вопрос. Дадут ли нам восстановить свое здоровье? Вот этот вопрос у нас. Обратите внимание, нам еще один звезда цвет выпал. Видите, он уже сфокусировался. То есть нам его только физуилу бить уже не получится. Его только магией бить. Из-за того, что он фокусируется, его первый удар, который вы на него нанесете, он будет парирован. Его можно, конечно, сбить любым метательным оружием, но это трата метательного оружия. Обратите внимание, на нас смотрит маг. Я просто хотел восстановить свое здоровье, но мне, видите, его не дают восстановить упорно. Надо, видимо, нейтральную зону искать, наподобие урок клетки с боссом. Восстановить его. Остановить время, подойти поближе. Дверь, правда, сгорела, но куда деваться. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok